Ну как же, как вчера. Я в то время был студент Казанского университета, четвертый курс у меня был. Я ходил на военную кафедру, я считаю, это великое изобретение нашего человечества. И я вспоминал как-то об этом, вспомнил такой подполковник Гельмутинов, был великий здесь совершенно. Подполковник, он говорил, у него две крылатые фразы были, он каждое занятие, 1974 год, начинал фразой «хивотня в канун третьей мировой войны?» Студенты думали, что это дурная шутка. Надо было прожить 45 лет, чтобы понять, что это правда. На самом деле, практически, да? Вот. И вторая фраза у него была «И вы, китайца, хрен догоните, потому что он в кедах, а вы в кирзовых сапогах». Я с опаской смотрел в сторону Китая в 2004 году. Сейчас я смотрю с интересом, вспоминая 45-летней давности высказывания подполковника. Подполковник Гельмутинов в 74-м поздравлял нас всех с кануном, третий мировой подполковник Гельмутинов. Был служа, катер отый, говорил, что мир спасется только с троевой. И как тянули мы носки, как мы били пятки, задирая ноги ввысь, лихо, без труда. Потому что жили мы просто без оглядки, и любили нас тогда все и навсегда. Вот полковник говорил, круче всех китайцы, они в кедах и быстры, ты в кирзе и взмог. Не запрыгнул ты в окоп, отстрелили ягод пальцы, так что влез в противогаз и бегом, сынок. Как смеялись мы над ним, дурые молодые, как оттачивали мы шуток в плоскостях. А китайцы нам теперь, ну, порядки родные, но давние смешки нам они простят. Вот полковник Ельмутинок, потная фуражка, честно прожил свою жизнь с криком шерешак. Жил, служил, из всех лес жил, и не знал, бедняжка, что он только на покой. А тут сразу барак, и тревожит нас опять. Прошла химеры, а китайцы для детей, ну, в рябке пример. А по площади гремят чудо-искандеры, во дворе моем кричит дворник-искандер. Просто жили мы тогда, просто без оглядки, и любили нас тогда все и навсегда.